Телеканал Самаргис совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала выезжает вместе со спасателями, а также навещает четвероногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных, сотни приютили. В этот раз «Зоопатруль» расскажет о птицах. Почему этой зимой в городе так много сов, и когда им требуется помощь? Нынешней зимой зоозащитникам Самары и соседних регионов поступало необычно много обращений об обнаружении сов в черте города. Дело в том, что в этом году в полях стало очень мало мышей, которыми питаются хищные птицы, и они полетели в город в поисках пропитания. Во многих случаях обнаруженные в Самаре совы нуждались в помощи. Она сидела около машины, пыталась полететь и упала. Мы до этого спасли ее, на нее напали вороны. А здесь тоже? Она, скорее всего, черепно-мозговая, они надо подышать кислородом, и потом они приходят сюда. Пару суток. Это лишь одна из историй спасения совы этой зимой в Самаре. Сидящую на земле под машиной птицу обнаружили работники детского сада. За помощью они обратились в ветеринарный центр. Зоозащитники забрали сову и отвезли на реабилитацию к профессиональному орнитологу. В первую очередь поместить ее в тепло, в покой, для того, чтобы животное перестало находиться в жутком стрессе. Мы спасли своими силами пять сов, но мы обращаемся, конечно же, к услугам специалистов. Птицы – это для нас такая отдельная вселенная. Наша главная задача – это поймать, доставить до места и постараться снабдить всем необходимым. Конечно, совы невероятно красивые, они вызывают людей восторг. Ветеринарный центр сотрудничает с орнитологом Галиной Шевляковой. Большинство пернатых пациентов отвозят к ней. Специалист осматривает птицу, делает необходимые анализы. Если нужно, помещает птицу в кислородную реанимацию. После реабилитации Галина отправляет птиц в крупный орнитологический центр в Москву. Там птицу готовят к жизни в естественной среде и выпускают. Клюв, вот осматриваем обязательно клюв. Если там наличие слюны, окраску зева, запах обязательно определяем. Но крылья мы вот определяем обычно так. Вот она, симметричные у нас крылья идут, взмахи ровные. Значит, крылья у нас в порядке. Чаще всего совы попадают к специалистам с черепно-мозговыми травмами. Получить их птицы могут, упав на землю, например, после неравной схватки с воронами. Случаев повреждения крыльев меньше. Пончик к нам поступил очень тяжелый, с черепно-мозговой травмой поступил. Честно говоря, по его состоянию было видно, что он не жилец. Но все-таки мы попробовали. Кстати, вот наш чудо-кислородный аппарат помог. Потом препарат нам достали, чтобы снять отек мозга. Мы его прокалывали. Ну и пончик у нас как бажил. Гаврюша поступила с тяжелой пневмонией, с одышкой. Тоже пролечен. И сейчас проходит второй курс лечения от мекоплазмы. Орнитолог за зиму приняла на реабилитацию три десятка неясытей. Хотя обращений было намного больше. Не всегда сову, обнаруженную в городе, нужно спасать. Даже если ее атакуют вороны, хищная птица вполне может дать отпор. Сильная сова спокойно берет ворону. Сильная сова и котенка может забрать, некрупную кошку. Щенка может утащить. Если ворона победят, естественно, она спустится вниз к людям. Тогда ее можно забирать. Много звонят, говорят, у меня сова сидит на подоконнике на кондиционере. Я говорю, так она хорошо покушала и прилегла у вас отдохнуть. Я говорю, когда стемнеет, посмотрите, будет она прилипшая у вас к подоконнику или улетит. И, как правило, они улетают. Выезжал по сигналу об обнаружении совы и телеканал «Самара ГИС». Журналисты пытались помочь забрать птицу и передать ее на реабилитацию. Но сова сидела высоко на дереве, была активна и, как объяснили специалисты, в спасении не нуждалась. С наступлением тепла и освобождением земли от снега, дикие птицы будут возвращаться в леса. По прогнозу орнитолога, совы начнут покидать Самару уже на ближайшей неделе. Желающие помочь животным и птицам или взять питомца из приюта могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 961 387 93 12. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим и пернатым друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова